с россиянами общаюсь интересно как к войне 1 как ты к войне относишься другие вопросы я сам военный больше я к войне но в войне в целом вот отвечу на один вопрос и больше не разгоняется почку его отношусь как военный это нахуй никому не нужная золота а почему это происходит потому что люди в целом долбоебы никто не виноват кроме людей все не правительство они масоны не рептилоиды только люди сами допускают такую хуйню но хорошо тогда конкретно вот в этой ситуации какие люди больше виноваты на российской стороне или на украине смотри нету нету таких людей нет это некорректный вопрос задаешь вообще некорректный вопрос есть планированный план он уже давно подготовлен и тут дело не в россии и не в украине есть выбор каждого человека ты либо делаешь выбор в ту сторону чтобы тебе жить хорошо и без войны либо ты вообще не делаешь никого выбора у типа моя хата с краю это уже выбор понял масштаба вселенной это тоже выбор и пока люди не поймут что если ты нихуя не делаешь и думаешь что гулять тебя это не коснется понимаешь это тоже выбор но ты его делаешь вот и все просто так и делал тут не в украинцах не в россии и в американцах просто те кто что-то делает они постоянно делают этот выбор и мы-то антеки спрашивают вы согласны согласны такой да похуй тогда еще скажу да нахуй мне это война не хочу они говорить это мой выбор понял и так и такие как как я 90 процентов вот и все я немножко не понял идею честно говоря ну делают выбор до отсутствие отсутствие выбора отсутствие выбора жить без войны это тоже выбор вот постарайся сконцентрироваться на этом отсутствие 90 процентов людей за мир отсутствие выбора за мир это тоже выбор людей понял они думают ну если меня нахуй ничего от меня не зависит и я типа ну моя хата с края они думают что вы блять ну их не коснется этой ситуации она их касается так или иначе сейчас коснулась россии украины завтра раз коснется там не знаю там китая блять и тайваня послезавтра коснется еще кого-то но люди постоянно игнорируют свой свой выбор понимаешь они игнорируют его они не хотят выбирать мирное время они хотят жить без войны люди конкретно большинство 10 процентов только что-то делает 90 процентов не делают нихуя но это тоже их выбор вот и все ну хорошо вот в россии приходят я просто поражаю это чтобы тебя приходит повестка человеку в россии он берет ее повестку своими ногами идет военкомат а потом уезжает умирать при этом то есть тут получается с одной стороны он отказывается делать выбор плане до твою жизнь нет ты правильно ты сейчас правильно понимать но его отказ от того чтобы сохранить свою жизнь он сейчас он не осознал он не осознал он не осознал не складывается вот эта логическая цепочка складывается это логическая вот именно не складывается взрослые люди ты можешь не поверить в это но ты вот смотри ты такие как ты которые задают такие вопросы да они думающие люди как правило ну с уважением ко всем отношусь я люблю людей украинцев российский русских американцев не струха в америке что это сам на половину украины любит а без разницы какая преднадежность просто человек который думает он задает себе такие вопросы человек который не думает он берет как ты горишь повестку и пиздует военкомат из той и с другой стороны это абсолютно одинаковые поэтому эти люди гибнут они гибнут первыми к сожалению и это тоже очень они же гибнут из благих намерения и те и другие с как как правило попадут ну если там не знаю какие у тебя там убеждения не попадут в рай грубо говоря потому что их убеждения были верны вот и все вы в голове они попадут в рай ну хорошо хорошо а ты падают из-за того что они не думали о том что это может быть неправильно вот и все а ты можешь к тебе мне мне как раз интересно собственно убеждения с российской стороны я могу еще я понимаю почему украинцы воюют а ради чего идут российские люди на эту войну мне не понятно объяснил не одну ты же да ты говоришь что они делают выбор но ты еще и про убеждения сказал вот за какие убеждения я не могу за не говорить я ну ты просто хотя бы там находишься ты какой-то вот ну и что же национальный фон нет нет я то что я нахожусь я не могу говорить за других я могу тебе только за себя сказать я тебе за себя все сказал за других людей я не могу сказать это их выбор вот и все ну кстати я так понимаю что раз ты бывший военный тут вообще должен был в первой волне быть этих повесток а теперь первое нет у меня особенный вуз я не могу я там не нужен пока ну а если вдруг придет повестка что будешь делать если вдруг я буду у меня есть план я не думаю что я тебе буду его рассказывать логично у меня есть план как я буду действовать я никуда не уехал я в россия в краснодаре вот я никуда не убегаю вот но в целом у меня есть план я я ни в коем случае не хочу убивать людей своими руками я очень люблю еще раз циграю людей вот я и ушел из армии собственно из-за того что я не хочу убивать людей мне не нравится это не мое ну у меня были такие обстоятельства почему мне надо было идти военку но я на тот момент находился именно в стадии неосознанных людей сейчас я осознанный человек и стараюсь не навредить себе в дальнейшем хорошо но тем не менее и уже даже настолько вот такие простые логические цепочки как-то у людей не складываются но почему тебе это непонятно я вот и давай к тебе вопрос тебя разве алёша лёха тебе сколько лет 40 40 метр и все мы с тобой практически ровесник почему ты до сих пор задаешь такие вопросы неужели за 40 лет ты не понял суть людей ну честно говоря я могу представить человек делает дебильную вещь какую-то от незнания какого-то просто но когда ты видишь например у тебя идет 8 8 месяцев война до и видишь что твоя армия там что-то делает те там сообщают у нас потери 5000 но нам надо мобилизовать еще 300 тысяч и вот тут вот то есть ну просто какие-то ну вопрос просто обычно даже вопрос задать уме себе простые это же не какой-то бином ньютона типа блин как мне там больше заработать как мне там лучше карьеру сделать чему-то научиться это даже не нет это просто самый обычный вопрос самый элементарный базовом каком-то уровне задал себе вопрос почему вообще происходит ситуации задал ты себе ты не задавай ты не сдавай ну я по мне я за за что-то много может быть причин для меня ситуация в том что украина уходит под влияние россии единственный способ россии россии оставить украина хорошо лег лег давай давай далеко не ходить но и украина да да россии украины войн не было вообще нет целом были а ты задавал вопрос почему войны в целом происходит да потому что них других методов не остается что-то себе получить или что-то сделать у них у кого у тех кто в этих войнах участвует развязывает и так далее ну почему мы до сих пор смотри и прошло дохуя лет мы прошли вторую мировую очень сильную жестко разрушительно у нас в 2 было до 1000 первая была вторая и почему прошло 70 лет и мы стоим на пороге очередной третьей мировой войны ты не задумался вообще об этом задумывался ты думаешь что смотри там вторая мировая война началась там с германии третья начнется может быть с россии ну допустим но суть же не в том кто начинает эту войну а суть почему это вообще происходит и подумай над этим ты подумай поразмышляй почитай истории почему так люди себя ведут может быть тебя здесь ответы найдут может быть тебе не нужно будет разговаривать с людьми может быть найдешь все ответы внутри себя тоже хороший этот point point хороший подумай подумай поразмышляя почитать я вот уверен я тебе сейчас там за два даже часа не смогу наверное разгадать ну рассказать то что я допустим для себя понял и у меня еще очень хороший experience на твоем вот языке которым ты живешь в америке точнее я был в армии это вообще очень быстро мне подняло бы станула в понимании вообще ситуации были вот но те кто живут гражданской жизнью им наверно потяжелее потому что там в армии очень быстро все осознается особенно когда ты там на грани смерти каких-то вещей и кажется у тебя совет найти какую-нибудь группу дебилов и с ними немножко поработать и по побыть нет 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 не такой совет и я очень не дух ты мне жалко что меня не понимаешь нет не нужно купать дебилов не нужно тебе нужно собой собой все ответы которые все вопросы которые задаешь они уже практически там у присяд процентов они уже ответы дают ты просто подумай вот и когда формируешь запрос он уже практически на 50 процентов тебе дает ответ подумай просто чуть-чуть и все я же шёс не ищи какие-то личности не ищи какие-то каких-то виноватых в какой-то там ситуации они войны мы на протяжении ебать скольки лет ну там 2000 это допустим известной истории да там если там мы берем христианство а до этого мы что же воевали мы что же убивали друг друга ничего не поменялось здесь дело не в россии не в украине а здесь дело в том что люди до сих пор нихуя не поняли и до сих пор мы наступаем на одни и те же грабли вот и все работой с людьми если тебе интересно работа с людьми вот именно направляя их на то чтобы они поняли вообще в чем происходит вот я допустим когда в чат рулетки и кто-то не задает такие вопросы лишь мы с тобой работаем я всегда всем желаю добра и украинец русский там похуй они нахуй меня могут послать и все остальное сюда желая добра а души не хочу даже спорить разговаривать дело не в этом дело в том что у нас головах с тобой понимаешь общество меняется я конечно понимаешь ты говоришь что люди не меняются и постоянно воюют но в каких-то обществах это менее влияет ну например тот же та же вьетнамская война в сша которая закончилась просто американском обществе начали происходить глобальные пацифистские изменения и куча митингов против вьетнамских войн войны во и прочее 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 от тогда и закончилась собственно призыв армию когда армия стала профессиональной то есть это те же самые люди которые ты говоришь что они только воевать это было это было нет это было золотое кстати время в америке это было золотое время это очень крутое время вот эти 70 и это было просто пиздец какое крутое время люди действительно проснулись на тот момент я тебе серьезно ты сейчас вот смотри америка ушла с афганистана наконец она не проводит вообще никакие военные операции тоже дофига было протестов против того что зачем мы в афганистане находимся нафига роль мирового жандармы выполняем вообще почему зачем это и плане с экономической стороны и просто даже с человеческой почему мы таким образом решаем проблемы где-то на другом конце земного шара я как бы я те просто к тому что все-таки люди меняются и так как америка это плавильный котел где не англосаксы как рассказывают правят а тут дохера вот я например живу апартамент комплексе я тут наверное единственный белый возможно вокруг латиносы индусы и азиаты понимаешь и вот этот плавильный котел когда внутри много культур плавятся и они приходят какому-то решению все-таки помогает и мне кажется что человечество все меньше ну вот каких-то местах все-таки идет в сторону меньшего количества войн поэтому так сильно и удивляет что происходит в украине лёх а подожди подожди после афгана сколько после афгана после вьетнама сколько еще войн провела америка ты же тоже после афгана никак я имею ввиду вот в афганистане которые они будут шли в прошлом году до или позапрошлом да нет но я просто к тому что мы про 70 говорили а после этого еще да еще вы просто всего было тут тут как бы эпизодические моменты мы все равно допускаем эти мы все равно допускаем войны к сожалению к сожалению сегодня в америке протестовали завтра там я не знаю где то еще протестуют там послезавтра еще где-то протестуют но в целом все равно земля земляне земляне воюет и убивает и они почему-то считают у смотри мы с тобой да допустим два голубоглазых человек это же голубые глаза у тебя очень яркий вот мне скорее серые наверное это так на видео выглядит мы такие думаем блять да нахуй воюйте вы чё ёбнулись ну в конце концов ну понимаешь настолько люди чем-то в своих убеждениях правы как они считают что я когда говорю например человеку блять да ну воевать неправильно это же невозможно как можно так делать и человек говорит ну смысле мы всю жизнь воюем шо из такого блять ну вот такие вот теперь типа аргументы понимает и я понимаю что мы еще не готовы мы еще развиваемся ли мы еще развиваемся и будем еще развиваться и скорее всего и наши дети наши еще внуки они будут тоже проходить эти стадии хотя бы ты согласен с тем что мы развиваемся то есть развитие идет я не то что согласен я сто процентов это понимаю мы развиваемся и каждый развивается так как мы разделились мы раньше были одной общей красивой нации а потом мы блять все нахуй разделились и решили так развиваться вот сейчас мы развиваем то есть ты сторонник ссср я так понимаю нет почему блять как ты это связал я решил что ты вот про разделение ссср распался или ты вообще имеешь ввиду человечество вообще человек когда-то объединены а и помню вместе строили вавилонскую башню а потом что-то что-то случилось и стали на разных языках разговаривать что-то случилось вообще на самом деле много факторов которые мы тоже не берем с тобой в расчет они тоже имеют место вот поэтому ну ладно я понял понял твою мысль спасибо вроде было интересно пообщаться спасибо спасибо тебе привет краснодару хорошей ночи давай я тебе калифорнии привет всего хорошего брата карьера ну что ну честно говоря я с ним во многом не согласен то есть но у человека довольно стройная система мира я виноградик съем давайте ну это хоть для меня это хоть был интересный разговор в отличие от предыдущих